Если вы из тех, кому интересно все, что связано с историей нашего города и его развитием, то историко-культурный центр Брестского филиала предприятия Белтелеком не ставит вас равнодушным. Несмотря на то, что в данный момент экспозиция доступна в основном только сотрудникам компании, после пандемии двери этого уникального архива будут открыты и для групповых экскурсий. Я хочу немножко всех огорчить, потому что музей еще, то есть даже это не музей, то сегодня у нас он считается как историко-информационным центром Брестского филиала Рубелтелеком. Он еще официально не открыт. Здесь сделаем мы интерактив, возможность показывать тот объем информации, который у нас накопился на наших носителях, фильмы, фотографии. Постараемся рассказать и показать, как развивалась связь, чего достигли и чем сейчас занимается предприятие. Здесь можно проследить историю развития связи на Брещене, зайти в настоящую таксофонную будку и позвонить. Правда, двушки не потребуется, но работает предок мобильных исправно. Но, пожалуй, самое ценное – это возможность воочию увидеть раритетные приборы и аппараты, с которых все начиналось. Вот вашему вниманию представлен экспонат – это ламельный коммутатор, один из первых устройств для установления соединений между абонентами. На одну ламель садился один абонент, подключался на вторую, подключался второй абонент. Для того, чтобы между собой их соединить, надо было с помощью таких фишечек произвести соединение. Может быть, кто-то из вас помнит еще эти столбы. Ведь раньше для того, чтобы установить контакт между абонентами, строились воздушные линии связи. На таких деревянных столбах, пропитанных мастикой, были установлены крючья. И до того, как большинство кабелей проложили под землей, все электрические, телефонные и телеграфные провода были подвешены к ним. Наши работники для обслуживания данных линий связи используют такие металлические когти и пояса, по которым они поднимались на столб, прикручивали провода, восстанавливали связь. Воздушные линии связи требовали больших затрат на обслуживание, потому что любой ветер оборвывал провода. Столбы имели свойство недолгосрочно служить, потому что подгнивали. С учетом прихода новых технологий, связисты начали прокладывать линии связи в землю, медные линии связи. Это позволило, во-первых, увеличить количество подключаемых абонентов, ну и улучшить качество. Сегодня нас не удивить телефонии, высокоскоростным интернетом и интерактивным телевидением. Но представить, что первую городскую телефонную станцию общего пользования в Брест-Литовске ввели только в 1907 году, очень сложно. Она поначалу насчитывала всего 98 абонентов. Через пять лет их уже было несколько сотен. А сегодня белтелекомовцы обеспечивают бесперебойную связь для полутора миллионов жителей Брестской области. Количество абонентов у нас из года в год увеличивается. Счет идет на сотни тысяч. Если взять в расчет общую абонентскую базу, могу сказать, что в городе Бресте, наверное, процентов 80 домохозяйств, семей пользуются нашими услугами. Но остальные процентов 20 приходится на операторов, которые вместе с нами на этом рынке услуги оказывают. По услугам телевидения мы активно развиваемся. И я не могу сказать, что мы сейчас являемся безусловными лидерами этого процесса. Но, по крайней мере, активно догоняем тех, кто существует на этом рынке уже не первые десятилетия, оказывается, у кабельного телевидения. Поэтому у нас, я думаю, все впереди.